Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков Свистклод». В рамках этого эфира мы с вами смотрим, что думали о рынке, какие торговые идеи продвигали специалисты Свистклод Банка, швейцарский банк, который очень активно котирует на финансовых рынках. Вот что они говорили в 7.30 утра по Москве, что из этих идей сейчас в 12.00 реализовано, а какими идеями можно воспользоваться и заработать с их помощью деньги. Так что подводим итоги и определяем дальнейший план реализации этих идей на день. А мы с вами смотрим сам обзор и одновременно смотрим реализацию обзора на платформе MetaTrader 5 Свистклод Банка. Итак, под главным экраном, как вы знаете, где все начинается в российском интернете на сайте utrade.tv и есть центральный баннер Свистклод Банк «Обзор рынков». Вы на него нажимаете и попадаете на страничку обзора. А сегодня он называется «Австралийский доллар. Доллар преобладает риск понижения». И если вы нажмете на ссылочку «Русский», естественно, он переведен на русский язык, то мы попадем на страницу ежедневного технического обзора рынка, который, как обычно, начинается с евро-доллара. Итак, друзья, что видели в евро-доллары наши коллеги утром? Они видели 1.07.70. Давайте посмотрим на рынок. Мы с вами давно уже, час, наверное, не смотрели. И посмотрим, был ли этот прогноз отработан 1.07.75. Ну, коллеги, конечно, этот прогноз можно считать отработанным. 5 певцов, борьба за 5 певцов, никто этим не занимается. Поэтому что будет дальше? Можно ли стоять дальше? Можно ли стоять снова? А давайте посмотрим на часовой график. Здесь какой-то боковик. Это понятно. Поэтому, на мой взгляд, когда подойдем опять к верхней границе нисходящего тренда, опять отобьемся. Поэтому, на мой взгляд, продавать сейчас с этой точки, несмотря на реализацию прогноза, вполне себе можно. Обстановка не поменялась. Обычно, причем, с утра, с утра посущественнее растет, как бы, еврик, замануха, в плане заманухи. Но сегодня не сильно он существенно вырос. Хотя, в общем-то, попытки были. И сейчас пытаются, но, на мой взгляд, сломают. Естественно, все это обсуждение до, друзья, это все до 17.30, когда придут американцы. Я советую 17.29.7 закрыться и посмотреть, куда они подтянут. То, что они три недели тянут историю одинаково вниз, это не факт, что они сегодня эту же историю опять подтянут. Тем более, два раза у них не получилось. Обратите внимание, два дня за три недели положительные для евро. То есть, у них тоже не всегда получается. Но, а может быть, они не всегда хотят, скажем так, а разворачиваются знательно и целенаправленно. Поэтому в 17.29 закрылись на той точке, где вы есть. Ну, или раньше, естественно, если заработали деньги, лучше остановиться. А в 17.30 посмотреть, куда американцы дальше подтянут эту тему. По-другому сейчас торговать не получится. Вижу ли я евро вниз? Да, вижу. Пока тренд не сломан, куда его еще можно видеть? Фунт. Давайте мы сначала посмотрим на прогноз. 1.28.65. Так. Мы уже ударились в 1.28.78. Не реализован прогноз далеко, он не далет, скажем так. Сейчас в моменте 1.2904. И, на мой взгляд, мы можем двинуться дальше и пробивать. Да, это серьезная поддержка, мы утром об этом говорили, но на штурм мы пойдем. Именно потому, что сегодня четверг, продолжение всей недели падения и четверг чаще продолжение тренда показывает, чем разворот. Вот завтра может быть все, что угодно. Сегодня, я думаю, движение может быть. Мне кажется, что сегодня и американцы дальше подтянут. По теме та же. Те, кто заработал на продажах, в 17.29 закрыться. А в 17.30 посмотреть, куда американцы что подтянут. Абсолютно. Прогноз верю, прогноз допускаю. Доллар. Японская иена. Видели, коллеги, сегодня утром. 111.8. Давайте смотреть, во что мы ударились. Мы ударились в 111.85. Прогноз реализован. Прогноз реализован. Что дальше? Слушайте, ну вот по японской иене настолько путь пройден большой, что я сказать сейчас слова «покупайте дальше» не готов. Вот честно вам говорю. Просто не готов. Мне кажется, на доллар и японскую иену лучше постоять. Тем более, что прогноз, еще раз говорю, с рискотой отработан. И выдумывать свои новые я не буду. Неужели как-то это бесконечно может продолжаться? Там коронавируса. По Японии очень серьезные статьи пошли, что она будет одной из главных пострадавших после самого Китая. И пошли, поэтому сразу пошел резкий доллар в рост против иены. Ну, может быть, уже эта информационная волна спадет. Может быть, какая-то коррекция. Нет, сегодня, наверное, продолжать. Если вы обязательно хотите войти в рынок, я думаю, что сегодня можно продолжать. Ну, а завтра уже думать о коррекции. Доллар-франк, друзья. Опа. А что случилось по доллар-франку? Ну, если утром мы росли, то сейчас мы снижаемся. Мы утром обновили ХАИ 0.9847. А обратите внимание, мы проваливаемся. Мы проваливаемся. Причем на каждом часе нас вытягивает, вытягивает в плюс. И проваливаемся опять. Друзья, доллар уступает по швейцарцу 3 часа. Очень так серьезно. Человечество будет бдительно. Может быть, здесь какая-то коррекция будет сейчас. Хотя я лично в нее не особо верю. Но тут верю, не верю. 3 часа это серьезное движение. Выбивается из общего фона. Доллар-франк падает, естественно. Все, что мы смотрим, пока в рост доллар стоит в плюсе. Доллар-канадец растет, верю. Но давайте по швейцарскому франку. Мы что-то кинули сразу анализировать. А надо же посмотреть прогноз, какой был. А прогноз был наверх. 0.9865. Да, друзья. Но прогноз по франку. Очень сложно. Внезапно развернули. Мы его не реализовали, прогноз-то? Нет, не реализовали. Не дошли. Я бы стоял сейчас вне позиции. Далее, коллеги. Доллар-канадский доллар. Вниз видят наши коллеги 1.3205. А он полез, как мы с вами только что смотрели, наверх. Вот интересно. Смотрите. Доллар по швейцарцу развернулся вниз. А по канадцу не захотел. Тоже не соглашусь я с движением вниз. Но лезет наверх. Мне кажется, входить в доллар канадец наверх можно. Продавать не согласен. Австралийский доллар вниз 0.66. Очень глубоко видят коллеги. А он лезет туда. Посмотрите. Он только что утренний уже обновил ЛАИ. И утром я о нем рассказывал. Ставил отметочку 0.66.20. Да, верю. Австралиец провалился. Провалился достаточно глубоко. Верю. Сегодня какое-то, так сказать, безумие по нему есть. И оно не стихает. Прогноз поддерживаю. 20 пипсов до 66 вполне можно постоять. Доллар турецкая лира. 6.10.30. Давайте смотреть. Не ударились ли мы уже в эту отметочку? Давайте проверим с вами. 6.10.43. Даже перебили. Слушайте. Свисквод постоянно дает прогнозы по турецкой лире правильнее. Когда я закрою все, я обязательно открою доллар турецкую лиру. Обязательно. Ну, как-то лезет прямо и лезет. По прогнозам Свисквода будут торговать. Далее, друзья. Да, тоже реализованный прогноз. Поздравляю специалистов Свисквод банка. ДАКС 13.710, видят коллеги. В моменте 17.746. Получается, что отбой произошел. Надо продавать. Да, вполне. Вполне. А вот по американскому индексу не соглашусь. 33.55 не соглашусь. Сразу говорю. Не знаю даже, что сейчас на рынке. 33.81. Нет. Я бы ждал наверх. Потому что S&P 500 будет бенефициаром однозначно. 33.75 прогноз не реализован. Не соглашусь. Жду S&P 500 наверх. Не верю в отбой вниз. ДАКС отбой вниз верю. 85.500 не верю. Далее, коллеги. Не для этого мы, американцы, вернее, мы. Мы-то ни при чем. Не для этого американцы коронавирус придумали, чтобы падать американскому фондовому рынку. 16.20 золота ждут коллеги. Давайте, смотрите мы с вами. Что сегодня было на хаях? 16. Чуть повыше, чем 10. 16. 12 было, да? Ну вот тоже не знаю, коллеги. У кого какие мысли по золоту? У кого какие мысли по золоту? Смогут ли развернуть его вниз? Или пойдет пробой наверх? Пойдет расти вместе с долларом дальше? Я думаю, смогут. Я не вижу его наверх. Я думаю, что все, шоу остановилось. Теперь нефти растет параллельно. А золото, судя по всему, тормознулось. Серебро тоже наверх. 18.64 ведет коллеги. Но давайте мы с вами включим. А нет. Слушайте, серьезно? Золото на открытии, а серебро уже внизу. Друзья, а никому не кажется, что золото сыграет сейчас опережающую роль индикатора для серебра? Вернее, серебро сыграет роль опережающего индикатора для золота. Оно уже внизу. Не пора ли продавать золото? О покупках, я думаю, здесь трудно говорить. Вторая нефть WTI 54.40. Смотрим вместе. Достаточно высоко видит. А нефтюшку развернули. А какой был максимум сегодняшнего дня? Давайте смотреть. WTI был 53.79. Ведь нет, развернули нефтюшку коллеги. Так бы я хотел, чтобы она и дальше такие вот роста показывала, как вчера. Но остановили. Развернули, не развернули, не знаю. Но остановили это точно. Вот так, друзья, выглядит обзор Свискводбанка сегодня. Всех приглашаю по утрам заходить на Витройт ТВ, смотреть обзоры Свискводбанка. Торговать по ним. А в 12.00 будем вместе анализировать, что получилось, что нет. И как дальше жить и работать. Сегодня день достаточно активный. Два прогноза реализованы. Многие прогнозы стоят в направлении цены. Поэтому заработать есть на чем. Спасибо, коллеги. Всем удачи, хорошего настроения. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok